Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем готовить очень вкусную, деликатесную печенку. Для этого нам нужна сама печенка, килограмм сода, молоко, мука, 3 яйца, чеснок, немножечко соли и немножечко сахара. Вот все ингредиенты, которые нужны нам для приготовления. Для начала нам печенку нужно вымыть и разделить ее на порционные кусочки. Я промыла печенку, поделила ее на порционные кусочки, а теперь нам нужно ее замариновать. Для заливки мы с вами возьмем 2 яйца. Их нужно хорошенько перемешать, чтобы они превратились в однородную массу. К взбитым яйцам добавляем примерно миллилитров 100 молока. Еще раз хорошо перемешиваем. Теперь печенку нужно посолить. Добавить чайную ложку сахара и добавить чайную ложку соды пищевой. Для чего нужна сода в этом рецепте? Вообще-то у печенки есть свой специфический запах. Для того, чтобы его убрать, используется сода. Вот когда вы этот рецепт попробуете приготовить, вы поймете, запаха специфического печенки не будет вообще. И печенка будет очень нежная. Теперь перемешиваем печенку. Заливаем ее нашей заливкой. Еще раз хорошенько перемешиваем. И в самом конце нужно добавить пару зубчиков чеснока. Хорошенько все перемешиваем. Все, маринад для нашей печенки готов. Теперь маринованную печенку нужно положить в холодильник примерно на час. После этого я покажу, как нужно ее готовить дальше. Наша печенка замариновалась. Теперь нам нужно сцедить жидкость. Для этого я использую другую мисочку. И можно взять любую ситочку или у меня вот такой дуршлаг металлический. Сейчас я буду процеживать жидкость. Помешивая ложкой. Таким образом вся лишняя жидкость сцеживается. И у нас остается только печенка. Теперь возвращаю ее обратно в нашу мисочку. И мы приступим к жарке печенки. Перед тем, как приступить к жарке, так как мы сцедили всю жидкость с печенки, и там было яйцо, я, но это уже по моим наблюдениям, я добавляю еще одно яйцо, чтобы было ощущение присутствия кляра. Значит, взбиваю яйцо, добавляю его сюда к печенке, перемешиваю печенку. Вот теперь печенка к жарке готова. А в отдельное блюдечко я насыпаю муки, потому что сейчас каждый кусочек мы будем сюда обмакивать. Будем мы это делать при помощи вилки. Накалываем кусочек печенки на вилку, макаем его в муку со всех сторон и кладем жарить на горячую с маслом сковородку. Музыка 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 Эта печенка в нашей семье нравится нам с жареным луком, поэтому я три луковицы нарезала вдоль, вот таким образом. И сейчас я обжарю этот лук на сковороде в подсолнечном масле до золотистого цвета. Я выложила нашу печенку на сервировочное блюдо. Я подаю ее вот так. Подавать ее можно по-разному, с каким-то гарниром, с салатом. Выглядит она очень аппетитно, запах у меня стоит очень вкусный. Я надеюсь, что вам очень понравится. Единственное, я хочу вас предупредить, когда вы будете ее жарить, будьте осторожны, потому что при жарке она постреливает. Я не знаю, с чем это связано, возможно, с тем, что здесь есть сода, но это небольшой минус. Я вам желаю приятного аппетита, всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok